Рак шейки матки Активное выявление этого заболевания всего 40%. Это наши данные, это данные за рубежом. И 60% это случайная находка. Это то заболевание, которого мы можем от него избавиться, потому что это действительно видимое заболевание при условии, что женщины регулярно будут ходить на осмотр. Для жительниц Московской области по полюсу ОМС проводится бесплатное обследование. Жидкостная цитология и анализ на вирус папилломы человека. Именно он является так называемым триггером или спусковым крючком, из-за которого может развиться грозное заболевание. Факторы, которые способствуют этому помимо вирусу папилломы человека, это прежде всего другие заболевания половых путей. Это ранняя половая жизнь, это частая смена партнеров, это курение, инфекционные заболевания. Все то, что снижает иммунитет. Как правило, если даже вирус папилломы человека попадает в организм, то при наличии хорошего иммунитета, если мы этот иммунитет сами не губим, при наличии хорошего иммунитета, он должен также элиминироваться, то есть уйти из этого организма. Для обнаружения и лечения рака шейки матки в женской консультации есть все необходимое. Квалифицированные специалисты, современное оборудование. Радио 1-й аппарат для лечения заболеваний шейки матки. Все, что мы можем лечить в амбулаторных условиях, все, что нам разрешено, мы все делаем с помощью этого аппарата. Можно биопсию забирать, небольшие образования лечить. При своевременном выявлении рак шейки матки поддается лечению, после которого женщина может даже выносить и родить здорового ребенка. Поэтому проходить профосмотр и посещать врача необходимо минимум раз в два года. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.